Первые подобные игры разума состоялись в видном еще в 2005 году, но в виде чемпионата, где существуют строгие правила и соревнуются несколько команд, состязание сформировалось в 2013 году. Правила игр довольно витиеватые, но суть соревнования проста. Какая команда правильно отвечает на поставленный вопрос, та и получает заветные баллы. У кого в итоге их окажется больше, тот и победил. Регламент игр таков, что победитель неизвестен до последнего момента. Я знаю, у какой команды какое количество баллов, но это сейчас остается интрига. Более того, я скажу, что сейчас в финале 70 вопросов, и есть вопросы ценой 10-15 баллов, которые могут решить просто все. Команда, которая сейчас находится на 7 месте, может стать чемпионом. Те, кто знают чуть больше, чем остальные перед нами, это учащиеся 1, 2, 5 и 7 школ, колледжа МРСИ и Видновской гимназии. Перед началом соревнований кто-то весело балагурит, а кто-то, напротив, пытается сосредоточиться и освежает в памяти знания. Рецепт попадания в финальную семерку, как выясняется, не так уж и сложен. Нужно хорошо общаться с своими друзьями по команде, выслушивать их, ну и, естественно, знать. Ведущий, организатор соревнований и идейный вдохновитель Кирилл Махров перед началом состязания напоминает капитанам команд правила и дает последние наставления. Удачи вам! Состязание начинается и игроки получают первые баллы. Темы, в которых участники команд должны показать свои знания, весьма обширны. Здесь и география, и история, и искусство, и даже иностранные языки и кинематограф. Знаете ли вы, как звали дядюшку Круджа в фильме «Рождественская история»? Эбинендер, это правильный ответ. Аплодисменты в зале звучат редко, в основном публика сосредоточенно смотрит на сцену. И по всему видно, болельщики не только переживают за свою команду, но и сами пытаются найти ответы на звучащие вопросы. А вот в стане игроков, напротив, оживление, смех и очень теплая атмосфера. Мы как команда всегда вместе все обдумываем, решаем и потом уже даем ответы. Мы считаем, что, конечно, команда – это самое главное. Если мы команда, то мы должны работать вместе. Надо отметить, что создатель игры постарался сделать ее максимально непохожей на аналоги. И у него это получилось. Сценарий интеллектуального состязания защищен авторским патентом. Даже к выбору кубка организатор викторины подошел с выдумкой. Я прошел по всем школам, посмотрел, какого размера у них шкафы для кубков и сделал так, чтобы ни в один шкаф этот, ни на одну полку этот кубок не уместился. Вот. С тем, чтобы он стоял в отдельном помещении или на отдельном постаменте. Ну, и чтобы вся школа видела и гордилась, что у нее есть такая команда, которая может завоевывать такие награды. Гордиться своими учениками в этот раз будет коллектив школы номер пять. Максим Козлов, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.